Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхам. И сегодня у нас Анна Васкилайнен. Это преподаватель по вокалу из Финляндии. В кружочке сегодня буду я, потому что хотелось бы, чтобы, если у нас реакционер девушка, хотелось бы, чтобы на неё смотрел мужчина и наоборот. Но, похоже, нет на нашем канале смелых парней, мужчин, которые могли бы появиться и порадовать женскую аудиторию. Всем приятного просмотра! Привет! С вами Анна. Я певица, преподаватель по вокалу и учитель пения. И сегодня мы продолжим наше путешествие в мир Димаша. Много воды утекло с моей первой реакции. И тогда меня прям накрыло эмоциями. Чего я совсем не ожидала. Он растрогал меня до глубины души. И вы, ребята, написали мне много всего после того видео. И просили ещё сделать реакции на Димаша. И одна из самых запрашиваемых песен – это песня «Грешная страсть». Я нашла это выступление на его канале. И в этот раз я постараюсь сдержать свои эмоции. Для того, чтобы разобрать это выступление в более аналитическом плане. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Ты явилась нежданна, как из лунного сна. Пока всё очень минималистично. О, если б знала ты, что мне нужна. Его голос находится в центре внимания. Только ты одна. И сейчас здесь только он и пианино. Всё на минимуме. Для того, чтобы потом вырасти в нечто большее. Димаш знает, как передавать сокровенное в каждой строчке. То, что же сердце озарило, как весна. Это вибрато сводит меня с ума. Долгим огнём пылать во мгле и мне насте. Дай мне, дай мне. Ночью и днём сгараться. Просто посмотрите на него. Что может быть лучшее? Ночью и днём сгараться. Ночь замкнула ресницы. И вокруг тишина. Опять 25. Это второй куплет. Здесь он поднимается на октаву выше. И это такой пустяк для него. И ты вернёшь меня из песни в этот мир. Вот как не влюбиться в эту разбежку. В его звучании уже нет этого дыхания. Здесь у него более жёсткий подход. Дай мне, дай мне, дай мне. Ночью и днём сгорать в костре грешной страсти. Он серьёзно? Ну хорошо. Это уже не должно меня удивлять. Мне нравится гармоническая сторона этой песни. Вот это да. Мы поговорим об этом позже. Я не слышала, чтобы Димаш делал такие шаманские штучки прежде. Это такая восточная тема. Также такие напевы встречаются в традиционном песнопении Саамов. А он всё продолжает и продолжает. Как будто на сцене ещё и Мэрайя Кэрри. У него такое сценическое обаяние. Большие песни требуют особого отношения в исполнении. Я думаю, что это полностью его, исполнять большие и сильные песни. А вы как думаете? Ведь здесь его универсальный голос расцветает и благоденствует. Давайте отдышимся. Ну вот как ему удаётся? В такой медленной... В такой медленной эмоциональной песне, как ему удаётся вложить сюда столько разнообразия, столько разных звуков, столько разных техник. У меня голова кругом. Вау. Хорошо. А теперь давайте перейдём к деталям. Давайте-ка вернёмся назад. Этот парень не из робкого десятка. Вот же закрутил. Ребята, вы помните вокальный фрай Дианы? Который был в самом конце песни Wicked Game. Вот ещё один великолепный пример того, как использовать вокальный фрай. И для этого не нужно долго находиться в этой позиции. Но можно использовать эту позицию в начале. Это повысит уровень эмоциональной окраски. В общем, если вам нужна такая эмоция, драма, используйте вокальный фрай. Давайте продолжим вот здесь. Я бы ещё поговорила о его носовом звуке. Во-первых, у него здесь более округлое положение рта. А потом он постепенно воспроизводит звук через нос. Это хорошо сочетается со словами песни и с эмоциональной вовлечённостью. И придаёт как раз-таки эту недостающую ранимость и чувствительность. Давайте-ка ещё раз это прослушаем. Это же такой смачный момент! Выпью зел 쪽 Premie. И в течение этой фразы он ещё и подмешивает сюда свой головной голос. Пока звучание не достигнет уровня шёпота. Давайте продолжим. Я услышала здесь старый добрый йодль. Можно было услышать это в этом быстром переходе. Я думаю, это его творческий порыв. Это было идеально рассчитано и по времени, и по тексту, чтобы точно передать эту эмоцию. Казалось бы, это такая мелочь. Но сколько от неё эффекта? Вот сейчас слушайте. Если мне не изменяет память, вот здесь было тоже кое-что вкусненькое. Здесь у нас белтинг с фразой «дай мне». И здесь он прибавляет больше мощи. Это уже не спокойненькое. А тут я уже не рискну демонстрировать его белтинг. Но вы же понимаете почему. И при этих мощных нотах можно увидеть, как его тело полностью вовлечено в процесс для лучшей поддержки и контроля. Это очень сильный грудной голос, смешанный немного с головным голосом в самом конце. Эти ноты просто поражают. Когда вы исполняете песню, в которой много повторяющихся моментов, у вас есть возможность петь их разнообразно. Мне нравится, как Димаш здесь уже не просто просит, он требует. Давайте двигаться дальше. Если судить по его позе, мы потихоньку приближаемся к этой высокой ноте. Остановимся здесь. Мы это еще послушаем. Это же такая высокая нота. Многие женщины могут только мечтать, чтобы взять такую высокую ноту. Смотрите на его позу. Плечи расслаблены. Колени согнуты, чтобы получить это раскованное состояние. Он слегка откинут назад, чтобы побольше вовлечь свое тело. Для этой ноты требуется очень сильная поддержка. Но здесь не нужно слишком много воздуха. Если будет много воздуха, то вот что получится. Вы потеряете резонанс и утратите звук. Здесь его голосовые связки плотно соединены. Давайте послушаем это еще раз. Этот старый, добрый баритон-сопрано. Я уже упоминал об этих шаманских штучках. Вначале это напомнило мне восточные напевы. Потом это прозвучало как традиционное песнопение саамов. Так что я не скажу, что это чисто восточная тема. Учитывая многообразие техник и само звучание, это больше похоже на этническую музыку из разных уголков нашей планеты. Чудесно. Удивительно. Обворожительно. Вот попробуйте повторить это. Это не просто что-то, что можно сделать на раз-два-три. Есть еще кое-что, что я бы хотела затронуть. Вроде это было где-то здесь. Я думаю, это вот здесь. Это же та самая разбежка? Да. О, Господи. Это оргазм для ушей. Это должна быть самая долгая разбежка, которую мне приходилось слышать. Димаш, ты вообще дышишь? Я уже ничего не понимаю. Это превосходно. Чтобы брать такие ноты, нужно делать весь комплекс дыхательных упражнений. Чтобы иметь такую выносливость. Дыхательные упражнения помогут вам и с контролем дыхания. И вы сможете петь более долгие ноты и фразы. Но если петь расточительно, то просто невозможно брать подобные ноты. И делать такие разбежки. Кстати, он сделал большой вдох перед этой фразой. Обожаю этот носовой звук, который он добавляет перед этим рывком вверх. Это верная смерть для многих профессиональных певцев. А Димаш делает это на отлично. У него фантастическая поддержка голоса, позволяющая ему взять еще несколько нот перед следующим вдохом. Затем он добавляет последние шприки к этой разбежке. Эти... Эти... Эти разбежки окрыляют мою душу. И я такая счастливая. Мой музыкальный голод на сегодня Досы-то утолен дозой Димаша. Всем спасибо за внимание. У Анны есть еще реакции, в том числе и первая. Если вы хотите увидеть ее на нашем канале, то покажите свою активность. Это просмотры, лайки, комментарии. Всех люблю, всех обнял. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода